В Ухте идет массовая дератизация жилого сектора. В последние два года в городе-остров стала проблема крыс. Жалобы от горожан на грызунов поступают в мэрию и заполонили новостные сообщества в соцсетях. На внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в городской администрации было принято решение принимать радикальные меры. Подробности у Виктории Науменко. Эту картину нам удалось застать средь бела дня, прямо в дворе дома. Вечерами здесь, по словам местных жителей, еще хуже. В последние два года ухтинцы то и дело жалуются на крыс. Грызуны стаями собираются возле контейнерных площадок, бегают по улицам и забираются под капот автомобилей. Приезжаешь вечером с работы где-то, ставишь, что, соответственно, бывает. Не я врю, что вот каждый раз, а вот особенно как бы, ну, зимой вот так вот еще так. Потому что мотор теплый, и вот получается такое, греются. Дня три назад, да, вечером уносил, ну, темно уже, часов 6 вечера, да. Я вот в синий контейнер, а вот здесь ребенок в контейнер сидит, крыша такая. Вот крыша всегда много. Там, и там, и там. Я на работу хожу, там собаки затарили по пять штук. Недавно видела, только иду и под машину забежала. Крыс видят и по сей день, хотя бороться с грызунами на контейнерных площадках начали еще полгода назад. С 13 мая ухтинская мэрия заключила контракт на диротизацию. В рамках контракта подрядчик расставлял на площадках специальные ловушки, контрольные истребительные контейнеры, или так называемые кики, с травляющими веществами. Однако метод оказался не слишком эффективным из-за человеческого фактора. Мы раз кик установили, его сломали. Два кик установили, его сломали. У нас кики даже по контракту даже не идут. То есть это лично наша была инициатива для того, чтобы и показать, как это делается правильно. Решить проблему точечно не удалось. И теперь в городе идет массовая диротизация. Подрядчик работает уже в связке с управляющими компаниями. Мэрия обязала их заключать договора с организацией по борьбе с грызунами. Грызунов чаще встречают на контейнерных площадках, но, как мы видим, их следы ведут под здания. Поэтому главным полем борьбы становятся подвалы. Приманку сейчас закладывают непосредственно в норы, расположенные вокруг контейнерных площадок и другие места обитания грызунов. Кроме подвалов, крысы живут в электрощитовых, тепловых узлах, канализационно-насосных станциях, на складах. На сегодняшний день идет уже второй этап диротизации. Разложенную ранее по точкам приманку проверяют на поедаемость и закладывают новую. В некоторых случаях приманку раскладывают и представители управляющих компаний. Чаще всего так называемые тестобрикеты, но они малоэффективны. И вот здесь я приманку закидывал, ее здесь нет. Нету, съели. Вот эти тестобрикеты они не едят, они их не привлекают даже. В целом работа идет медленнее, чем хотелось бы, но, по словам подрядчика, местами прогресс есть. Схема работает так. Замечают грызунов на контейнерной площадке, куда крысы приходят за пищей, обследуют местность вокруг, находят места их обитания и закладывают приманку. Мы приехали, провели мониторинг контейнерной площадки, увидели много-много нор, там и гаражи в норах, и все. Провели там серьезные истребительные мероприятия, все, вопрос там закрыт с грызунами. Вот мы сейчас вот делали, я не помню, чей это дом, мы делали рядом дом на Советской. Я спустился на контейнерную площадку, там всего лишь две норы было. Две оставшиеся норы – это уже эффективный результат. Пока стоит задача сократить их количество до безопасных для города масштабов. Главная проблема в том, что за борьбу с грызунами взялись слишком поздно, когда их количество стало катастрофическим, поясняют специалисты. Управляющие компании не занимались этой проблемой или решали ее, но без привлечения профессионалов, самостоятельно и неэффективно, не желая переплачивать диротизаторам. А стоимость работ входит в коммунальные услуги. Если распределить ее по всем квартирам дома, выходят суммы, не превышающие 10 рублей с квартиры. Виктория Науменко, Павел Логутин, телеканал Юрген, Ухта.